Булавочка! За булавочкой яблоко! Да всё, всё, всё! Страсть вызывает даже манекен для платья любимой женщины. Можно ли представить, какие чувства бурлят на сцене? Стоит показаться самой возлюбленной. Хоть пьеса и называется «Женитьба Фигаро», это не единственный герой за любовную историю, которого стоит переживать. Плутовство, ревность, интриги и разоблачения. Зритель будет едва успевать следить за всеми событиями, которые блистательный Бомарше поместил в один день. Он блистательный драматург. И вот одна из его самых известных и, наверное, самых значимых пьес. Это как раз та пьеса, над которой мы работали последнее время. Если у вас плохое настроение, откупали шампанскую бутылку и перечти «Женитьбу Фигаро». Особое внимание в постановке заслуживает, конечно, свет. Эти необыкновенные, яркие, искристые сцены создаёт именитый мастер, приглашённый из Москвы, Сергей Скорнецкий. Он работает с крупнейшими театрами по всей России. Такой подарок для нижегородцев впервые ставят сегодня, в рамках юбилея. Комедия «70». Но это далеко не последняя премьера, которая ждёт зрителей в этом году. Мы начнём, наверное, с нашей премьеры. Насколько я понимаю, последуют приглашения ещё на следующую постановку у меня уже в следующем сезоне. Пока не буду открывать всех секретов, связанных с названием, потому что пока ещё это всё обсуждается. Но планируются, естественно, премьеры, потому что театр где-то 4-5 постановок в сезон делает. Ну а зрителям, которые не успели попасть на премьеру спектакля «Безумный день» или «Женитьбу Фигаро», не стоит расстраиваться. Ближайшие показы состоятся в Театре комедии 1 и 2 апреля. Юлия Короткова, Ренат Бигбаев, Объективы, ННТВ. Когда-то я и свернулся в кресло кретельком.